Привет, мои дорогие! Я рада видеть вас на канале Мама Может. В своем видеоролике о планировании меню я мельком показывала свою тетрадь с кулинарными рецептами. И очень многих почему-то она заинтересовала. Просили рассказать, как в принципе у меня вообще организовано хранение кулинарных рецептов. Поэтому именно об этом я сегодня и хотела бы вам рассказать. Начну с того, что хранение кулинарных рецептов в специальных мобильных приложениях, в закладках, на специальных сервисах, в каких-то кулинарных порталах, это совершенно не мое. Я предпочитаю хранить все свои рецепты либо в бумажном варианте, либо у себя на компьютере. Потому что только там я могу структурировать их именно так, как необходимо именно мне. Как я уже говорила в своем недавнем видеоролике, у меня сгорел жесткий диск и я потеряла абсолютно всю свою библиотеку рецептов. Но даже после этого я храню их на своем компьютере. Также я неоднократно повторяла, что не покупаю никакие кулинарные книги, никакие кулинарные журналы. Просто потому, что простые повседневные рецепты встречаются в них крайне редко, это очень маленький процент. А хранить огромные талмуды из-за парочки праздничных рецептов, я считаю, нерационально. Вообще рецептов у меня огромное, просто невероятное количество. И этому есть несколько причин. Во-первых, я не люблю готовить одно и то же. А приготовление одних и тех же блюд меня просто выбешивает. Поэтому я стараюсь экспериментировать на кухне почаще с новыми рецептами и максимально разнообразить рацион своей семьи. Но, во-вторых, не будем забывать, что на моем канале есть еще и кулинарная рубрика, для которой тоже требуется миллион различных рецептов. Вообще, к такой организации рецептов, как сейчас, я пришла не так давно, довольно длительное время. Я просто распечатывала понравившийся мне рецепт из интернета на вот таком вот большом листе формата А4. Делила все рецепты по категориям на супы, каши, салаты и так далее. Затем вкладывала каждую категорию в какую-то тоненькую папочку с корошеватель и подшивала их все вот в такой вот большой регистратор. Меня такая система хранения устраивала довольно длительное время, пока я не поняла, что я по этим рецептам совершенно не готовлю и открывала этот талмуд буквально пару раз. А причина довольно банальная, он огромный и неповоротливый, и мне всегда было гораздо проще найти какой-то новый рецепт в интернете, чем идти и корячить этого монстра на кухню. Поэтому я от него избавилась и решила пересмотреть свою организацию рецептов. И, как мне кажется, пришла к наиболее идеальному для себя варианту. Все свои рецепты я условно делю на два типа. Это повседневные и вероятные. Что же относится у меня к повседневным рецептам? Это рецепты, которые были приготовлены единожды или многократно, которые пришлись по вкусу всем членам семьи, в приготовлении которых у меня не возникло никаких сложностей. Блюда, которые требуют минимального количества времени и трудозатрат. В общем, идеальная подборка рецептов для обычного повседневного меню. Так вот, все эти рецепты у меня хранятся вот в такой вот импровизированной кулинарной книге. Это была обычная тетрадь с кольцевым механизмом, из которой я достала все стандартные листочки и заменила их на распечатки со своими рецептами. Здесь мой перфекционизм взял верхи. Для того, чтобы все выглядело максимально эстетично, я решила распечатывать все рецепты по заранее заготовленному шаблону. Для того, чтобы все странички были в едином стиле с иллюстрациями одного размера, все заголовки были написаны одним шрифтом и каждый рецепт не занимал более одной странички. Также все странички я помещаю в небольшие файлики, чтобы не испачкать их во время готовки. И, конечно же, для удобства все рецепты поделены на категории, но не по типам блюд, а по приемам пищи. То есть, завтраки, обеды, ужины, перекусы, напитки и так далее. Также в начале каждого раздела есть список всех блюд, которые находятся в этом разделе, для того, чтобы было максимально быстро и удобно составить по ним план питания своей семьи. Рецептов в этой тетради у меня не так много, но, в принципе, если заморочиться, то можно составить план питания на несколько месяцев так, чтобы ни одно блюдо не повторялось. Теперь, что касается остального миллиона рецептов, которые я называю вероятные. Это огромное количество рецептов, которые я нахожу в интернете, которые привлекли меня своей идеей, описанием, изображением, может быть, ингредиентами. В общем, это те блюда, которые я обязательно планирую приготовить в ближайшее время. И так как их огромное количество, то, естественно, что я храню их на своем компьютере. Для удобства я поделила их по разным признакам. То есть, здесь у меня нет четкого распределения завтраки, обеды, ужины. Так как это рецепты под настроение, то они систематизированы и по приемам пищи, и по ингредиентам. То есть, это происходит так. Если я задумала, что я хочу приготовить на завтрак что-нибудь новенькое, я просто открываю папку завтраки. А если, к примеру, мне захотелось рыбы, то я ищу рецепт в папке рыба. После того, как я пробовала рецепт, и он не вызвал у меня никаких трудностей, результат соответствовал описанию, то я спрашиваю у членов своей семьи, хотят ли видеть они это блюдо в своем повседневном рационе. И если да, то я прогоняю этот рецепт через свой шаблон и распечатываю его уже для своей кулинарной книги, в которой хранятся повседневные рецепты. В общем-то, вот и вся организация. Напишите в рецептах, как вы организуете хранение своих кулинарных рецептов. Может быть, вы храните их в сети. Если да, то напишите, где и удобно ли вам пользоваться. Возможно, эта информация будет многим полезна. Если это видео вам понравилось, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Также вступайте в группу «Мама может» в ВКонтакте. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем пока-пока!